Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения, с вами Рэй, и сегодня мы поиграем в игру, которая называется История Снеговика. Новая игра. Интересно, где он ходит? О, привет! Приятно познакомиться. Спасибо, что скачали эту игру. Мне надо идти. Я ищу своего друга, он потерялся. Надеюсь, вам понравится эта игра. Хо-хо-хо. То есть это Санта-Клаус? А потерял он, видимо, Снеговика. Эй, папа, можешь продолжить читать ту историю, которую ты читал вчера? Конечно, сынок. И вот начинается история. Мальчик и Снеговик играли весь день. Время шло, и, увы, Снеговик растаял с приходом весны. Но мальчику не было грустно. Ведь существовал специальный рай для Снеговиков. И там живут все Снеговики. На сегодня все. Эй, папа! Я тоже хочу слепить Снеговика. Конечно, сынок. Завтра выпадет еще больше снега, так что ты сможешь это сделать. Правда? Ура! Ну ладно, живо в кровать. Спокойной ночи, папа. Сладких снов, сын. Вау! Как много снега выпало! И мы начинаем потихонечку с тобой лепить Снеговика. Комочек за комочком. Не спеша, аккуратно. И вот, Снеговичок почти готов. Хе-хе-хе, готово! Хм... Я решил, как назову тебя. Тебя будут звать Крис. Выглядишь прекрасно, Крис. Смотри, папа, я сделал Снеговика. Правда? Дай-ка гляну. Вау! А у него отличный нос. Так, мы с тобой украшаем этого Снеговика, чтобы он был красивым. Как та самая елочка, которая стоит рядом. Оу, а кто сломал ему? Лапку? Правильно. Хм... Эй, Крис! Ты растаешь весной? Видимо, по весне Снеговики отправляется в собственный рай. Отец сказал, что он где-то на севере. Но мне интересно, существует ли он на самом деле? Эй, Крис, если ты уйдешь туда, я буду скучать. Но если ты там будешь счастлив... Я буду только рад, ведь ты мой лучший друг. М-м-м, Белочка. Ты смотри-ка, а Снеговик-то ожил? Нажимайте на экран, чтобы подойти к цели. Вы можете искать объекты или говорить с животными. Оу... А я могу? Люди спят в этом доме, говорит Снеговик. А куда я могу идти? Ага. Оу... Белка, она меня куда-то ведет. Куда же ты меня ведешь, Белочка? О, добрый вечер. Приятно познакомиться. Я тебя тут раньше не видел. Ты бледен, как снег. Точно. Что? Ты сделан из снега? Тогда понятно, почему ты такой бледный. Что ты здесь делаешь? Тоже прогуливаешься? Верно. И я. Кажется, с каждым днем все теплее и теплее. Весна приближается, не так ли? Что такое весна? Погоди, ты не знаешь, что такое весна? Ну, весной становится намного теплее. И друзья, которые спали зимой, встают из спячки. Тут пока что весьма одиноко. Но весной здесь станет более оживлено. Мы с нетерпением ждем этого момента. Дождаться не могу, когда смогу поиграть со своими друзьями. И ты можешь присоединиться к нам, если захочешь. Во что вы играете? Мне нравятся прятки и салки. Прятки? В этой игре нужно найти спрятавшихся друзей. Тебе будет сложно отыскать зимой. Но намного легче весной. Салки. Вы решаете, кто будет водящим, и все должны от него убегать. Если тебя поймают, ты проиграл. Ты быстро бегаешь? Если нет, то тебя поймают. Во что ты хотел бы поиграть? В прятки. Ну ладно. Когда нас убит весна, сыграем в прятки. Жду с нетерпением. Угу. Ну, весной-то мы спрячемся так, что фиг ты нас найдешь. Ух ты. Ворона пролетела. Что она тут кружит? Давай еще морковку стырю меня. Ой. Ты кто? Я ворон. Ты что, слепой? Я видел, как ты болтал в лесу с той белкой. Скажи, ты будешь играть с ним по весне? Да. Хочешь с нами? Кар-кар-кар. Ты меня рассмешил. Что смешного? Что смешного? Никогда не слышал о снеговике, который бы ждал прихода весны. Хе. Я тебе скажу, почему это так смешно. Снег тает весной? А что значит тает? Ты болван? Ты сделан из снега. Что значит? Ты исчезнешь весной. Ты исчезнешь весной. И отправляется в собственный рай. Отец сказал. Он где-то на севере. Но мне интересно, существует ли он на самом деле? Снеговик вспомнил эти слова. Ну что же. Пойдем с тобой искать. Искать, я так понимаю, этот рай для снеговиков. Так, с Белочкой мы уже говорили. О, ты все еще здесь? Какой путь ведет на север? Что? Ты хочешь пойти на север? В таком случае, на север ведет эта дорога. Зверь, вернувшийся с севера, только что проходил мимо. Так что, почему бы тебе не спросить его? Угу. Ну давай. Ага, это лиса. Привет, юноша. Ты пришел с севера? Яблочко. Я путешествующая лиса. Приятно познакомиться. И как там на севере? Хм. Не особо отличается от того, что есть здесь. Там реки, леса. И другие вещи. На пути сюда я видела горячие источники и пещеры. Хм. Ты пытаешься попасть на север? Почему? Ну, потому что... О боже, о боже. Весна тебя уничтожит. Но место, в котором ты сможешь выжить, возможно, находится на севере. Ты что-нибудь знаешь? Боюсь, что нет, юноша. Но следовать на север точно будет полезным. Если ты растаешь в теплую погоду. Почему это? Потому что там намного холоднее. Спасибо. Извини, что мало чем смогла помочь. Я буду молиться за твое благополучие, юноша. С Богом. Спасибо, леса. А мы пойдем дальше искать ту самую тропинку на север. Да, мы идем по заснеженным лесам, которые скоро, ребята, зацветут. И мы вышли с тобой к речушке. Кролик. Добрый вечер. Привет. Кто ты? Я зайчик. Приятно познакомиться. И мне приятно. Классный у тебя нос. Что ты здесь делаешь? Просто слоняюсь по округе. А знаешь, почему он сказал про классный нос? Потому что нос у него морковка. А зайчики любят морковки. Смотри, как я умею скользить. Как тебе? Нравится? Ну и мы так же, наверное, хотим. Река замерзла. Так что тут скользко. Весело, не так ли? Весело? Эй. Не заставляй меня выглядеть глупо, ладно? В общем говоря, замерзшая река и поверхность скользкие. Это естественно, это природа. Кататься это весело, но... Никогда не знаешь, во что врежешься. Так что будь осторожен. Ох. А знаешь что? Я тебе научу. Следуй за мной. Нам бы лишь бы не врезаться в какое-нибудь дерево, а то мы рассыпемся. Ну что же, пойдем. Опа. Оп. Прикольно. О-о-о. Сюда? Ты пройдешь здесь? Секрет в том, чтобы найти хорошее место для того, чтобы там остановиться. В общем, найди что-то, где можно остановиться. И наступай на места, где нет льда. Если ты сможешь остановиться на льду, ты сможешь поменять направление движения. Ты можешь сдаться, если думаешь, что это невозможно. На головоломках можно пропустить и заново. Заново начать уровень можно нажатием кнопки в правом нижнем углу. Вот здесь вот. Пропустить можно нажатием кнопки в левом нижнем углу, если вы застряли или просто хотите наслаждаться историей. То есть вот это пропустить. А вот еще подсказка. Когда ты на льду, попробуй нажать на поверхность рядом с тобой. Таким способом легче передвигаться в том направлении, в котором тебе нужно. Так, подожди, я... А я, например, вот хочу сюда, потом сюда и вот сюда. Все у меня получилось, по-моему. Отлично сработано. Теперь ты сможешь справиться, даже если поверхность покрыта льдом. Больше мне нечему тебя научить. Удачи. Спасибо, зайчик. Можно я вот так вот? Вот и все, ребятушки. О, олененок. Эй, ты там. Хорошая ночка, не так ли? Тоже прогуливаешься, как и я? Что? Ты на пути в рай? Кажется, ты пытаешься выполнить что-то грандиозное. Я видел что-то блестящее на пути сюда. Хочешь пойти и посмотреть? Ну, я вижу, как бы вот. Там кольцо. Поднять его. Да, хочу поднять. Ого, это кольцо? Хочешь взять его? Ничего не могу с этим поделать. Я получил кольцо. Оу. Эй, ребята. Извините, но вы не могли бы мне помочь? А что случилось? Ох. Ты ранен. Выглядит больно. Я искал своего друга. Эй, ты с рогами. Мой друг похож на тебя. Я его искал. И поранился. Похоже, я споткнулся о ветку дерева. Выглядит болезненно. Но я знаю, что тебе поможет. Тут растут целебные растения, которые вылечат эту рану. Я скажу тебе, где их искать. Сможешь собрать их? Я за ним присмотрю, пока ты будешь искать. Конечно, мы поищем. Мне не трудно лично. Ага. Смотри внимательно. Вон оно, это растение. Поэтому нам надо попасть именно туда. Так. Ага. Вот оно в чем. Загадочка, да? Давай сюда. Сюда. Подожди, давай еще поближе. Здесь. Стоп. А как же мне вот сюда попасть? Сюда, например. А сюда я не могу уже, да? Ага. Может быть, вот так. Вот так. А не получается, ребята. А не получается. Что, что будешь делать? А если я сделаю вот так? Так. Мне нужно как-то вот это... О. Приветик. Прости, что беспокою. Нужна подсказка? Если понадобится, ты только скажи. Ну, было бы лучше, если бы ты смог самостоятельно решить головоломку. Если что, я буду здесь. Мастер Крот может дать вам совет по решению головоломки. Если вы сможете пройти ее без подсказок, вы получите маленький подарок. Поэтому я хочу пройти сам. И я попробую, ребята, решить эту маленькую, ну, причудливую головоломку. Если я, например, пойду сюда. Сюда. И... И... И все равно не получается у меня, да? Но мне вот как-то надо от пенька. А как-то... Или вот отсюда. Вот даже отсюда. Мне нужно как-то прощеголять. Но вопрос в том, что как мне это сделать. Я могу максимум встать сюда и сюда. А вот сюда он почему-то не хочет вставать, понимаешь? Вот именно вот сюда, посерединочке. Если я сюда... А, ну тут... Подожди. Подожди, подожди. Сейчас, 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 ребята. И если я вот сюда, отсюда сюда. Потом сюда. И... Это ровным счетом мне ничего не дает. Ровным счетом ничего. Но вот это тоже тут неспроста же. Согласись. Вот это вот. То есть, я зайти не могу вообще сюда, получается. Так? Сюда поближе встать? Отсюда сюда? Да? Что же за хитрый такой, а? Ну-ка. Маленький... Я хочу маленький подарок, ребят. Так. А-а-а! Вот как! Все, ребят. Это лечебное растение. Вы получили растение. А-а-а... Маленький подарок. Ого! Ты смог пройти этот этап без подсказок. Поздравляю. Возьми этот сувенир. Так. Ага. Поделиться или не надо? Поделиться, я так понимаю, это, наверное, на своей страничке. Нет, спасибо. Или поделиться все-таки? Нет. Не будем делиться. Пойдем. Понимаю. Он на пути в рай. Да. Так он и сказал. О! Левгок на помине. Вот и он. Спасибо, что принес растение. Похоже, ты нашел нужное. Хо-хо-хо. Господи божечки. Сработало. Слава богу, не знаю, что сказать, но спасибо вам обоим. Хотел бы я получше показать свою благодарность. Это не нужно. Я не так уж и много сделал. Если что, это он ходил за растениями. Хм. О, это кольцо? Оно лежало в снегу. Понимаю. В таком случае, я поделюсь с тобой своей особой силой. И что же он нам дает, друзья мои? Хорошо, хорошо. Теперь у тебя есть возможность видеть воспоминания, скрытые внутри объектов. И не только это, но и... Ну, почему бы тебе самому не попробовать? Дотронься до кольца, закрой глаза и загляни глубоко в себя. Ты дотронулся до кольца, закрыл глаза и взглянул вглубь себя. И у нас какие-то видения должны быть, да, наверное? Вставлю это. Та-дам, отлично. Должен сказать, я гений, раз смог заставить его выглядеть мило. Дорогой, я дома. Привет, можешь заглянуть? Я сделал его. Ох. О-о-о. О, мой бог. Какой он милашка. Я пойду. Я пойду. Будь осторожна, милашка. Я рад, что ты понравился ей. Я тоже пойду. Похоже, этот снеговик начинает таять. Когда ты расстаешь, из тебя покажется кольцо. И когда оно найдет его, я сделаю ей предложение. Подожди. Он только что сказал, что... я растаю? Я растаю и исчезну? Не может быть. Я не могу дать этому произойти. И этот малыш убежал. Нет, кажется, дольше я не смогу протянуть. Почему все так обернулось? Ой, вот он, ребята, этот малыш и... растаял. И там было кольцо. Именно то, которое было внутри у него. Хм. О, это... Где я? Что со мной произошло? Ты... Ты знаешь меня? Я в смятении. Хм. Мне кажется, мы с тобой еще встретимся в другой месте и в другое время. Это сейчас показали нам типа рай? Для снеговиков, что ли? И в водке. Ты в порядке? Что случилось? Ты будто оцепенел. Что? У тебя было странное видение? Ты видел снеговика, завладевшего кольцом? И ты говорил с ним? Понимаю. Тот старик сказал, что ты можешь видеть воспоминания объектов. Это удивительно. Куда он ушел? Он ушел, пока ты был с закрытыми глазами. Он сказал, что продолжит искать своего друга. Сегодня все такое странное. Обычно люди не могут говорить с нами, животными, но... Он казался необычным человеком. Ну, я пойду. Вернусь к своей прогулке. А ты будь аккуратен. Окей. Пойдем с тобой дальше. Опять идем лесами. Замороженными, да? У нас ночь. И мы спокойно к себе прогуливаемся. Так, что-то там лежит. Похоже на батон, но мне кажется, это морковка. А может быть еще что-нибудь. Предмет похожий на рог. Лежит в снегу. Угу. Воспоминания, да? Об этом роге. Посмотреть воспоминания владельца. Конечно. Конечно. Хм. Похоже готово. Ого. Как красиво. Снеговик, сделанный настоящим художником. Вот как он выглядит. Прикольно, что простая игра со снеговиком в итоге вылилась в это. Фу. Это тот ужасный снеговик, о котором они говорили. Вау. Он нереально ужасен. Да, я знаю. Но. Я не ненавижу его. Ты шутишь? Хм. Если подумать, есть в нем что-то привлекательное. О, привет, парни. Мой снеговик вам понравился? О, здравствуйте. Так, вы его сделали, сэр? Точно? Нравится? Ну, сначала я подумал, что он ужасен, но теперь мне он даже нравится. Да, он странным образом привлекателен. Хм. Похоже, у вас, парни, есть вкус. Ну, тогда... Если захотите еще на него посмотреть, можете приходить в любое время. Что? Ты просишь меня избавиться от моего снеговика? Да, точно. Это ужасное создание плохо повлияет на наших детей. Пожалуйста, избавьтесь от него сейчас же. Хм. И я горжусь всем, что создаю. Так что никогда не сделал бы этого. И кроме того, те дети осознали его концептуальную задумку, в отличие от вас. Да не может быть. Такой снеговик не подходит нашему красивому городку. Как бы то ни было, это... Заключение, к которому пришла организация по благоустройству города. Пожалуйста, избавьтесь от него сейчас же. Но моего создателя наезжает из-за меня? Мне не следует быть здесь. И этот снеговик тоже решил уйти. Что ж так все люди-то озлоблились на снеговиков, а? Так, он пошел, наверное, и здесь рассыпется, скорее всего, да? Это будет правильным решением, да? И рассыпался. Остался только рог, который мы только что с тобой видели. Я сейчас обдумываю кое-что очень сложное. Как думаешь, я поступил правильно? Что думаешь? Я думаю, что... Я думаю, что он был неправ. Тебе тоже грустно? Ну, даже если и так, я все равно ничего не могу с этим поделать. Хм. Кстати, кто ты? Подожди. Мы уже встречались? Что тут происходит? Почему-то маленький снеговик говорил, что, типа, мы встречались. И этот говорит... Я могу взять? Предмет, похоже, на рог, лежит в снегу. Посмотреть воспоминания владельца. Нет, смотреть мы уже видели. Пойдем тогда с тобой дальше. Ммм. А что вон там такое лежит, интересное? И как мне туда попасть? Секунду. Хм. Тут не все так просто будет, да, друзья мои? Тут совсем все непросто. Погоди. А мне нужно как-то туда попасть. Значит... Значит, мне надо... Сюда перевинься. К примеру, я сделаю вот так. Потом сюда. Ты можешь поближе сюда? Да подожди ты. Вот сюда ты можешь? Да чтоб тебя. Не может он, короче. А как же тогда... Что там такое лежит, интересное такое, а? Как же мне здесь быть? Если я, например, сюда, потом сюда, сюда... То это не совсем то, что мне нужно. Это совсем не то, что мне нужно, ребят. Сюда. Мне бесполезно, да? А здесь тупичок, получается. Значит, все-таки где-то вот здесь вот должна быть... Крыться разгадка. И если я отсюда... Хм. Здесь смысла нет, ребята, да? Мне надо вот как-то здесь остановиться. Или же вот здесь. Чтобы здесь остановиться, мне надо... Они на одном уровне стоят, вот эти вот, или нет? Я немножко не пойму. По-моему, они на одном уровне, да? Получается. То есть, в любом случае, мне... Не получится. Ну, вот смотри, здесь я сюда. Да, они на одном уровне, и мы... Я не могу ближе подойти? Нет. Сюда я тоже не могу, да? Вот сюда вот поближе встать. Нет, не могу. Очень забавно. Так. Хотелось бы, конечно, получить подарок. А, кстати, в тот раз... А, я получил, да. Типа фоторамку. Нет, давай, снеговик, иди сюда. Сюда ты не... Ближе он не может. Ближе он не может. А здесь... Здесь тупик. Как же тогда быть-то? Сюда я попаду опять в тупик. Вот он только так может кататься. Ну, а если я сюда, и вот сюда. А почему ты туда не можешь поехать? Но... Оно нет. Стоп, подожди. А если... А, вот, смотри. Теперь сюда, и отсюда уже вот сюда. Вот это что такое? Бабочка что ли? Ого, ты смог пройти этот этап без подсказок. Поздравляю. Возьми этот сувенир. Так, не будем делиться. Так, ну что, пойдем. Осмотрите это место повнимательнее. Ну, вот, я вижу, что тут... Там перчатка в снегу. А, рукавичка. Посмотреть воспоминания владельца. Конечно. Мальчик мой, ты готов? Ага. А ты, отец? Я в порядке. Вау, он выглядит прям как ты. Правда? Этот очень милый и маленький. Я хочу построить больше, чем твой. Нет. Пап, ты же сказал, что поиграешь со мной сегодня. Прости, сынок. Выскочило оповещение. Мне нужно работать. Обещаю, что мы с тобой поиграем в следующий раз. Хорошо? В прошлый раз ты говорил то же самое. Отец никогда не играет со мной. Он сказал, что поиграет со мной сегодня. И я так этого ждал. Он любит работу больше, чем меня. Ладно. Теперь мне на него все равно. Почему? Почему этот отец не может провести время с собственным сыном? Взрослые такие сложные. Ну, давай примем его обстоятельства. Нет. Мне жаль этого мальчика. Он не понимает, как сильно этот мальчик ждал, чтобы поиграть с ним. Он должен проводить с ним больше времени. У взрослых тоже есть свои причины и обстоятельства. Разве ты не понимаешь? Ну, прямый старик. Посмотрите, кто заговорил. Будь по-твоему. И тоже разошлись. О, этот маленький сейчас здесь, наверное, и сломается. Я ненавижу тебя, отец. Мне все равно. Да, ребята. И вот так вот. Какие-то тут... Такие, знаешь, отношения. Очень серьезно в этой игре включены, кстати. Я хочу сказать. Отец, где ты? Ох. Ты знаешь, где мой папа? А что с ним случилось? Я поссорился с отцом и ушел от него. А когда пришел в себя, то прибыл сюда. Ты знаешь, где мой папа? Без понятия. Кто-нибудь, скажите мне, пожалуйста. Ты знаешь, где мой папа? Рай? Рай? Где это? Я могу туда попасть. Я увижу тебя снова. Так ты мне... Так ты тоже направляешься в рай? Тогда позволь мне пойти с тобой. Хм. Так, ну что же. Мы посмотрели и двигаемся с тобой дальше. А это кто, обезьяна, что ли? Что? Там кто-то есть? Ладно, а мне все равно. Почему бы тебе не присоединиться ко мне? Нет, ничего лучше. Не присоединяться. Это же вода, я так понимаю. Нонсенс. Не можешь разделить мое любимое хобби? Ну давай присоединимся. Ты пытаешься, но твое тело дрожит от страха. Что? Говоришь, ты буквально не можешь подойти ближе? Вздор. Когда я был твоего возраста... Он заводит телегу о старых деньках. В наше время молодежи... Не хватает мужества, не так ли? Он заводит телегу о старых деньках. Но... Если ты не любишь горячую воду... То тут и спорить нечего. Что поделать? Я пытаюсь показать молодым свое понимание вещей. Слышал, слишком много наставлений. Это что-то вроде предыгрок на работе. Перебарщивать с этим нельзя. Я знаю, знаю. Ты можешь и не любишь... Онсен. Но не переживай. Всем нравятся разные вещи. Это нормально? Так, пойдем-ка отсюда, а? Это, оказывается, действительно была горячая вода. Так, я вижу корзинку. Умывальник в снегу. Ммм, опять воспоминания. Посмотреть, конечно. Хорошо. Скажи, что это? Это снеговик. У нас не выходит привлечь клиентов, так что... Я придумал, что если здесь появится маскот, это может привлечь покупателей. Интересно. Хорошая идея. У тебя неплохой вкус. Угу. Я тоже думаю, что это хорошая идея. Невероятно. А ты хорошо понимаешь психологию покупателя. Ха-ха. Пригодится. Я много учился, чтобы продолжить свое дело. Эй, смотри. Клевый снеговик. О, маскот. Очень милый. На источниках было так классно, мам. Они просто лучшие. Давай еще сходим. Да, мы вернемся. А, это горячие источники. Все, я понял. Кажется, бизнес подошел к концу. Прошу прощения, но этот ансен больше не работает. Простите. Эй. Все еще усердно работаешь? Больше не нужно. Я возвращаюсь в свой родной город. И буду думать, что мне делать дальше. Прощай, дружок. Ох. Мне больше нет смысла оставаться здесь, правда? Онсен. Онсен был таким классным. Да, мы вернемся. Он настолько хорош, правда? Так, это настоящий горячий источник. Другими словами, это настоящий онсен. У меня плохое предчувствие. Ну ладно, я иду в воду. Вау. Вот так вот. Правда? Что? С каких пор ты тут стоишь? Приятно познакомиться. О, привет. А ты вежливый? Мне тоже приятно. Что это за место? Я не малейшего понятия. Случилось что-то ужасное, и я оказался здесь. Что с тобой случилось? Ну, вообще-то... Дрожит. Мне страшно было вспоминать об этом, и я... Правду не могу говорить об этом. Как бы то ни было, после того, как все произошло, я оказался здесь. Нет смысла думать об этом. Я ничего не могу с этим поделать. Но... Может, был и другой выход. Вот такие вот, ребята, дела. Это кто? Добрый вечер. Ты тоже хочешь семя подсолнуха? Семя подсолнуха? О, наверное, и нет. Недавно приходил джентльмен, похожий на тебя, и... Ему нужно было семя подсолнуха. Кажется, он куда-то торопился. Интересно, чем он занят? Если подумать, он выглядел очень изящно и утонченно. Если увидишь его, передавай привет. Окей. Передам. И мы с тобой продолжаем наш путь. О-о-о-о. А тут что? Тут у нас горилла стоит. Слушай, а я могу здесь сохраняться? Или что-нибудь в этом роде? Хм. Погоди-ка. А-а-а-а-а-а-а. Мне нужно поговорить с гориллой, или что? Я как бы немножко не понимаю, что мне нужно сделать. Поговорить с гориллой, или... Да нет, встань сюда. Вот сюда. Ага. Подожди. Я не могу врубиться. Мне нужно поговорить с ней, или... Ну вот если, например... Ты можешь подойти поближе, снеговик? Ой. Удалить прогресс... Не надо. Я просто не могу понять одной вещи. Я могу хоть как-то, я не знаю, ходить-то здесь? Вот этот пенек для чего, например? Объясни мне. Ага, вот так вот. Тут я пролечу туда, но мне нужно перейти... А как я тут должен пройти? Вот сюда вот, да? Врезаться. Чтобы сюда врезаться, мне нужно... Попасть вот оттуда сюда. А как это ты сделаешь? Интересно. И горилла, вот непонятно, для чего здесь. И должен ли я с ней вообще общаться? Вот в чем в данный момент проблема. Она не хочет со мной говорить. Оу. Я потерялся. Кто ты? Я горилла. Я путешествовал со своими братьями, но потерялся. И отделился от них. Никогда не был в таких холодных местах. Надеюсь, эта проблема скоро разрешится. Мы, братья-гориллы, всегда справляемся с любыми трудностями своими силами. Силами? Точно, мы и гордимся нашей силой. Смотри на меня. Ух. Видишь? Разве я не силач? Да и знать, если захочешь, еще раз увидеть меня в действии. Покажу, сколько раз, сколько захочешь. Камень. У меня такой вопрос. А зачем вот этот вот камень? Камень этот сюда поставил, так скажем. Для чего? Как бы, ну, мне... А, подожди. Сюда. Ну, подожди. Если я сюда вот это вот... Я буду между ними просто тут... Бултыгаться и все. То есть, как бы, ну, у меня нету резона, ребята. У меня нету резона в плане того, что... А, во. Во. Нашел. Нашел... Друзья, мой выход. Ого. Ты смог пройти этот этап без подсказок. Поздравляю. Возьми этот сувенир. Спасибо. Хм. Так. Вау. Ты вернулся? О, нет. Это не мой снеговик. Папа сделал его. Хм. Ему не стоило. Хм. Знаю, что нет смысла разговаривать со снеговиком. Но в прошлом году я впервые слепила снеговика. С отцом. Но когда я проснулась на следующий день, он исчез. Мама и папа сказали, что он, наверное, растаял. Но ведь было очень холодно. Это как-то странно. И так расстроилась, что решила больше никогда не лепить снеговиков. Ни первого-то не стоило лепить. Девочка очень расстроена. А что мы можем сделать? В этом доме живут люди. Подсолнух. Подсолнух в снегу. Посмотреть воспоминания владельца. Конечно. Ок. Выглядит хорошо. Выглядит даже лучше, чем я представляла. Что такое, мамочка? Выглядит в окно? Посмотрим. Ах. Снеговеек. Спасибо, мамочка. Я родилась с этой болезнью. Так что не могу часто выходить из дома. И вот ты здесь. Я чувствую, что у меня появился новый друг. Ты продержишься только до весны, но... Ты будешь моим другом? Дорогая. Не оставляй окно открытым. Простудишься. Сейчас же закрой окно. Хорошо, мам. Поговорим позже. Стоп. Так весной я растаю? Пока это не случилось, я должен найти... Добрый вечер, маленькая леди. Можете уделить мне минутку вашего внимания? Конечно. Чем могу помочь? Я пришел попросить об одолжении. Можно мне взять одну из тех семян, которые вы держите? И из тех, которые за моей правой щекой? Конечно. Берите. Моя мать мне много дала. Так что берите. Покорно благодарю, маленькая леди. А, он взял семечко. Он растает и вместо него вырастет подсолнух. Это была... Лавина? Мне нужно вернуться до заката. Я должен... Поторопиться. Но, видимо, он не успел. Да, друзья мои. У каждого снеговика своя трагическая какая-то история здесь. Ох, дорогой. Я не могу двигаться. О, нет. Я провалился. Я очень виноват перед своим маленьким другом. Меня гложет сожаление. Ох, ты? Отличаешься от меня? Это то место, в котором оказываются все растаявшие снеговики. Но я думаю... Что ты не должен находиться здесь пока что. Как ты попал сюда? Магической силой? Магической? Понимаю. Такое и вправду может произойти. Я не смог исполнить свое предназначение. Но ты... У тебя есть время. Ты все еще можешь сделать это до того, как станет слишком поздно. Поторопись. Вот так вот, друзья мои. Ну что же. Наверное, мы с вами будем завершать именно на этой ноте это видео. Я надеюсь, оно вам понравилось. Можете прокомментировать. Ну, а на этом все. Всем пока, всем удачи. И до новых скорых видосиков.